Добрый вечер, Мурам! Я вижу, что сегодня в этом прекрасном зале собрались, я надеюсь, истинные любители песенного творчества, очень популярного в свое время вокалистом метального ансамбля «Синяя птица». На концерте вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» не было свободных мест. В зале люди, для которых тексты песен легендарной группы были созвучны смыслы жизни, в пору юности, стремлений, любви. Придя на концерт, мурамляне словно окунулись в лучшие годы своей жизни. Первым поприветствовал самых верных поклонников Владимир Преображенский. Меня зовут Владимир Преображенский, я родился 8 июля 1954 года прошлого века. В 80-е годы я работал солистом теперь же легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Всего 12 лет назад по многочисленным просьбам любителей песен «Синяя птица» я решил организовать или создать музыкальный проект, который я назвал «Лучшие песни Синей птицы». Историю развития группы можно сравнить с историей страны, в которой вокально-инструментальный ансамбль год от года набирал силу. Группа образовалась в 1972 году в городе Гомеле, Беларусь, как вокально-инструментальный ансамбль, тогда она называлась «Мы вы и гитары». Впоследствии ансамбль получил название «Голоса Полесья» и стал лауреатом белорусских республиканских конкурсов и всесоюзного конкурса. В 1974 году с целью завоевания союзной эстрады участники «Голосов Полесья» переезжают в Горьковскую филармонию в коллектив «Современник». В конце 1975 года «Виа», уже «Синяя птица», выпускает свою первую пластинку. В 1978 году ансамбль стал лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады, гастролировал на БАМе. В 1979 году участвует в фестивале в Словакии и становится лауреатом международного конкурса «Братиславская лира». В 1980 году принимает участие в конкурсе «Аллен Мак» в Болгарии и культурной программе «Олимпиада-80». Летом 1985 года принимает участие в 12-м всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, после чего устраивает гастроли за пределами СССР. В Афганистане, Танзании, Кении, Эфиопии, Бенини, Того, Анголе, Вьетнаме, Лаосе, Кампучии, на Сейшельских островах. Летом 1991 года группа устраивает гастроли в США, осенью коллектив возвращается уже в другую новую страну. Этим окончилась жизнь группы в прежнем составе. Приятно отметить, что вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» даст еще один концерт в нашем городе. Он состоится 15 декабря в 18.30 вечера в ДК имени Тысячестолетия Мурома. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости 24 Муром.